МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поговорим сегодня о бунте. Нет-нет, без всякого умысла, просто поговорим. Но вначале определимся с тем, что мы имеем в виду. И вот, например, в толковом словаре Удаля мы находим следующее определение. Бунт, скоп, заговор, возмущение, мятеж, открытое сопротивление народу законной власти. А в Российской империи понятие бунта уже определял закон 1874 года. Итак, это восстание скопом и заговором против государя и государства, умысел неспровергнуть правительство во всем государстве или некоторые его части, составление на сей конец заговора. Или принятие участия в сборе, хранении, раздаче оружия и других приготовлениях к восстанию. Ну а современная политология трактует бунт как нелегальную форму политического протеста. Однако, как стихийное восстание и мятеж. Ну вот, что общего в этих определениях? Подытоживаю. Итак, бунт – это скопом, бунт – это заговор, бунт – это мятеж или восстание против власти. Кстати, власти законной. Ну или более политкорректная формулировка – нелегальная форма политического протеста. Так вот, а теперь перенесемся в Средневековье. И посмотрим, насколько все эти формулировки приложимы к народным восстаниям и бунтам того времени. С нами в студии Истериады Елена Браун и Ольга Сапликина. Здравствуйте. Здравствуйте. Бунт бессмысленный и беспощадный. Народные восстания в Средние века. Вот все, что я вам сейчас прочел, ну понятно, да, это не исчерпывает все специфики, объемы этого понятия, да, тем более намечается какое-то вот отделение бунта от восстания. Но все-таки, да, вот этот заговор, какие-то цели, скоп, значит, как-то люди скопляются, да, ну и восстание против власти, да, и власти законной. Вот все это было. Да, безусловно, только я бы внесла коррективы следующего характера. Если говорить о Средневековье, конечно, о более ранних временах, то мы здесь, в общем-то, сталкиваемся с тем, что во всех этих определениях есть теория заговора, есть теория, в общем-то, какой-то цели, которая может быть, ну вот для меня, по крайней мере, когда я вас слушала, цели, которая была определена заранее, возможно, существование некого там общества, хотя бы состоящего. Да, да, но в тех словах, которые были сказаны, все-таки меньше было опоры на стихийность. Саприкина Ольга Вячеславовна окончила исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории, факультета архивного дела, историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, доцент кафедры всеобщей истории, института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Автор более 80 научных и научно-методических работ, в том числе по истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы. А вот если говорить все же, как мне кажется, о более ранних временах, то здесь стихийность играет очень большую роль. Стихийность была, безусловно, но она немножко остается у нас на втором плане, в результате, потому что, смотрите, закон Российской империи уже, в общем-то, говорит о каком-то организационном... Так времена, да, изменились. То есть как восстание, там власти, ну это понятно, это уже позднее очень определение, но, видимо, первоначально все-таки была стихийность. Ну, понимаете, в средние века они очень хорошо представляли себе, против чего они борются, но не всегда очень четко понимали, против чего, против кого, но не всегда понимали, за что. Браун Елена Давыдовна. Окончила факультет истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета. Кандидат исторических наук. Доцент кафедры всеобщей истории, историко-архивного института РГГУ. Доцент кафедры всеобщей истории, института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Автор таких научных трудов, как «Ричард III и его время», «Войны роз», «История, мифология и стереография», а также ряда статей по истории Западной Европы в позднем Средневековье. Там очень часто была абсолютная стихийность, то есть нам не нравится это, это и это, но мы средненько представляем себе, что с этим делать, потому что сейчас мы взбунтуемся, а потом посмотрим, что из этого выйдет. И чем ближе, конечно, к периоду уже нового времени, тем больше появляются вот этих элементов, которые вы как раз прочитали, организационных, и это будет даже видно на том, как была организована даже военная, так сказать, жизнь, да, и вот военная, простите за тавтологию, организация восставших, насколько она будет выстраиваться. То есть вот этот вот момент. Ну, а вот отсутствие какой-то единой цели, оно часто и приводило к тому, что вот этот бунт и вот это выступление, он оказывался кратковременным и, ну, относительно легко, конечно, сказать, что это легко подавляемым я не могу, потому что каждое восстание – это все-таки огромное количество крови и человеческих трагедий. Поэтому, ну, быстро, скажем так, ну, быстро подавляем. Вот, кстати, такая цитата замечательная из Александра Сергеевича Пушкина, из истории Пугачева. Говорится о войске, да, Пугачева. Оно состояло уже из 25 тысяч. Ядром у Онова были яйские казаки и солдаты, захваченные по крепостям. Около их скоплялось неимоверное скоплялось, да, неимоверное множество татар, башкирцев, калмыков, бунтующих крестьян, беглых каторшников, бродяг, всякого рода. И теперь самое главное. Вся эта сволочь была кое-как вооружена, кто копьем, кто пистолетом, кто офицерской шпайкой. Заметим, что слово «сволочь» здесь несет минимум негативных коннотаций. Сволочь у того же Дали – это все, что сволочило или сволоклось в одно место. Но при этом, конечно, уже дарено идет. Короче, как сволачивались, как образовывалась вот эта сволочь, как они объединялись, вот эта стихийность, вот как она проявлялась. Ну, сначала образуются некие причины восстаний, то есть сначала определяется, что не нравится народу и кому не нравится. Ядро, если мы будем говорить о европейских восстаниях, то это все-таки, как правило, люди небогатые, незнатные, то есть это крестьяне, причем традиционно не самые зажиточные. Это ремесленники, но тоже не очень удачливые, потому что средневековый город, он ведь крайне неоднороден. Там есть мастера, вполне довольные своей собственной жизнью, купеческие старшины там и так далее. Есть люди, которые не могут выбиться из-под мастерьев, и вот они традиционно с большим удовольствием присоединятся. Которые как бы зависли между какими-то социальными слоями. Да, то есть они и не нищие, но они и не могут пробиться в мастера. Городская бедната, какие-то местные священники очень часто поддерживали эти выступления, потому что зачастую жили не лучше паства своей. Это священники или монахи? Священники, священники. Чаще всего просто вот приходские священники, да? Чаще всего священники, но монахи, они же богатые, как правило, куда им к восставшим-то. И монастыри часто грабили. Монахи чаще всего нищенствующие, да? У них даже декларация, да? У них даже декларация, да? Ну, монахи были разные, были, конечно, убежденные. Но я бы еще сказала, что, как правило, ведь, ну, вот этот бунт стихийный, он же, как правило, начинался в тот момент, когда вот долго длящиеся какое-то недовольство, да, или вот эти тяготы жизненные, они приобретали вот некую последнюю каплю. И в этот момент вот совершенно стихийно. Ну, естественно, что всегда объединяет эти бунты, я думаю, это, конечно, вопрос налогов. И вот вопрос вот этого повышения налогов, совершенно незаконных, и в том числе, вот, ну, есть такое, как бы, сведение, что в начале восстания Уотта Тайлера как раз пришли едва ли не в его дом, а в тот момент решили поднять, вернее, решили несколько изменить налоговый возраст, да, уплата налогов, чтобы начинали налоги платить раньше. Ну, кроме того, там была речь о том, что дочь его, допустим, старше, чем она есть на самом деле, а в те времена, когда записывали все не так, ну, четко, да. Да тогда и не все аристократы четко знали, сколько нет. Поэтому, в общем-то, и в итоге вот пришел сборщик налогов, возник спор с женой о том, какого возраста вот эта дочь, 14 или 16, и нам кажется, два года, на самом деле, в жизни средневекового человека повышение налогового возраста на два года – это колоссальная цифра. И в итоге пришел вот Тайлер, который был шестянщиком, и просто-напросто физически, ну, взял, так сказать, свой молоток и ударил этого человека, который сборщика налогов, то есть нанес ему физически, там, даже не ущерб, а, в общем-то, до смерти, и вот все это началось. Вы деликатно описывались, вот это происшествие, да, навес ультенческий ущерб до смерти. Это в адских сказках, то есть не просто ущерб, да. Из такой мелочи все началось. Да, но таких мелочей к этому времени накопилось просто очень много, да, вот конкретно у него. Для него это была последняя капля, но, как правило, все действительно начиналось с какой-то мелкой стычки. Например, Жакирия – это Франция, XIV век, одно из самых известных восстаний. Жакирия – самое крупное во Франции крестьянское восстание, вспыхнувшее в 1358 году. Название произошло от простонародного имени Жак, как обобщенно называли крестьян имущие сословия. Причинами Жакирии явились экономическая разруха, вызванная столетней войной на территории Франции, налоговый гнет, а также эпидемия чумы, которая унесла от трети до половины населения. По времени совпало с парижским восстанием купеческого париво Этьена Марселя. Она началась со сравнительно небольшого столкновения отряда крестьян и отряда рыцарей. Причем дело-то было в том, что рыцари хотели, ну, такие, не цвет рыцарства, отнюдь не аристократы, просто побуянить, в деревне продовольствие реквизировать. Хотя крестьяне к тому моменту были уже так замучены всеми этими многократными реквизированиями и того, что тем, что через них ходят то англичане, то французы, то наварцы, то еще бог знает что, что дали отпор, началась драка, свара, нескольких рыцарей убили и пошло-поехало. Стало известно в соседних деревнях и начался бунт. Но я бы хотела обратить внимание на гениальное слово Ольги Вячеславовны, незаконные налоги. С них действительно все, как правило, начиналось, потому что в средние века вообще очень на налоги нетрадиционно смотрели. Считали, что у власти в принципе нет права брать налоги, не освещенные временем, традицией. То есть если король придумывал... А кто-то собирал, отключики или как система была построена? Нет, как правило, это государственные чиновники сборщики. Уже были специальные чиновники. Да, 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 которых посылал король, когда было необходимо для него введение, конечно, для него, для государства, как он считал, ну а там, так сказать... Да, но интересный государственник тогда тоже. Какого произвола с откупами не было, да? С откупами не было, а вот со сбором налогов регулярно был. Потому что вот тот же самый Оттайлер, уже Ольгу Вячеславовну упомянутый, там есть версия, что к нему в дом пришли повторно. Да, 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 повторно. Там толком никто не знает, что случилось. То ли второй раз пришли, то ли не второй. Но факты повторного сбора налогов действительно были, потому что организация хромала довольно заметно всего этого процесса. Вот и особенно в Англии, то есть это происходило, когда просто недособирали налогов с определенного количества людей, да, и приходили второй раз собирать, так сказать, этот или другой налог, и несмотря на то, что люди пытались... Разборщики были не слишком грамотные, записи вели бог знает как, поэтому... Почему они потом и стали, прошу прощения, почему они потом и стали прежде всего уничтожать записи и законников, и вообще уничтожать всех людей, которые умели писать? Ну, это как правило, при любом восстании в средние века, они первым жгут налоговые книги, а вторыми шибко умных ликвидируют. Да. Так, ну, предположим, вот произошло это досадное, да, событие. Пришли второй раз, а как пошло все дальше? Вот как все это дело начало сволачиваться? Нет, к тому моменту это восстание уже шло в нескольких областях. Так, откуда, откуда? То есть параллельно, да, еще что-то такое происходило вот на грани. Ну, просто это вот даже в Уоте Тайлере только потому, что он потом стал, ну, как бы во главе этого восстания, а так действительно и при Жекирии, и при вот... То есть уже кое-где безобразней. Да, там это все начало. Смотрите, власть объявляет некий новый налог. Да. Не обычный, который все уже привыкли платить столетиями, а некий новый. Власть, конечно, говорит, на что эти деньги собираются потратить, но народ может внутренне считать эти траты нелегитимными. Ну, вот, например, как в случае с Уотом Тайлером и его восстанием, ведь деньги собирались на продолжение войны с Францией, столетней войны. Но дело в том, что уже многие годы никаких побед на континенте не одерживалось. И, соответственно, все прекрасно знали, что денежки-то с них соберут, а толку от этих денег, скорее всего, не будет никакого. И таким образом и получалось, что когда приходят сборщики налогов, народ начинает стихийное сопротивление, ну, например, пытается объявить, что дети не достигли нужного возраста, что денег нет, что урожай сгорел, мор там потоп, сборщики начинают применять силу. И вот эти вот насильственные действия, они вспыхивают в каких-то наименее таких цивилизованных отсталых областях. Ну, в Англии традиционно кент, я не знаю, почему там так выходило, ну, вот у англичан даже есть выражение, тут кентцы взбесились, became wild. То есть это уже край, да? Да, это уже край, и начинается вот такое вот действие. Точно так же и с Жекирей, новые налоги, тоже на войну с Англией. Война же была в Англии ничуть не более популярна, чем во Франции, наоборот. Какие-то бесчинства, армии, все поднимаются, начинаются какие-то выступления, узнают, что в соседней-то деревне рыцарев не уступили, а их побили. И вообще эти рыцари не то чтобы хороши, потому что проиграли битву при Пуатье и позволили пленить короля в случае Жекирии. И начинается вот то самое стихийное брожение, целей которого не очень представляют. Но, кстати, участники, вот что очень любопытно, сохранились. Ведь запись речей тех, кто потом, участвуя в восстаниях, просил прощения у королевской власти. И они очень многие писали, говорили там под запись. Но это же свое оправдание, да? Да, свое оправдание, что тут вот пришли люди восставшие, и такие убедительные речи держали, и так вот как-то казалось, что мы что-то сдвинем и сделаем, что ими тоже овладело вот это вот самое дичание, безумие. И они присоединились к восставшим, сами того не желая. Ну, на самом деле, если это были, вот часто это были священники, да, поскольку именно они больше владели все-таки искусством слова. Хотя, например, в тех немногочисленных воспоминаниях, которые существуют, да, о Гийоме Акале, вожде Жакирии, там как раз пишут, что он был, ну, достаточно статен, пригож лицом и большим краснобаем был. То есть он умел хорошо разговаривать и, собственно говоря, зажечь. Гийом Каль, французский крестьянин из деревни Милло, предводитель Жакирии. Стремился внести организованность в ряды восставших крестьян и объединить их действия. Пытался привлечь к восстанию и горожан. После приглашения на переговоры с Карлом Наварским был пленен и позже казнен в Калермоне. В случае Жакирии она же вообще была очень коротким восстанием. Она проходила там буквально в течение двух недель. И вот за эти две недели из вот этих, ну, скажем так, вот самих... Она была растянута, ну, в смысле, масштабная фаза была короткая. Еще было вот это восстание Этьена Марселя, которая в Париже. Но, тем не менее, получается, что до этого момента, вот когда в маленьком местечке вспыхивает вот этот вот бунт против налогов, до момента, когда к Парижу подходит армия, в которой уже насчитывается там 10-20 тысяч восставших, а потом по определенным подсчетам, хотя подсчеты, конечно, было вести достаточно тяжело, то есть есть мнение о там 100 тысячах участников ЖКИ и разных местах. Экранисты были большими халявщиками, они просто писали число, которое для них было равнозначно слово «много». Ну да. Так что, а вот что касается, конечно, войны, то война, безусловно, была самым... Ну, она, наверное, и есть самое дорогостоящее вообще мероприятие, которое может существовать в жизни государства. Поэтому, безусловно, когда вот рыцари шли на войну, крестьяне платили налоги, ремесленники платили налоги. Рыцарство, кстати, в большей части налогов не платило или платило их гораздо меньше, а в итоге они не приносили победу. И ЖКИ началась после, так сказать, двух достаточно неудачных, то есть просто неудачных для Франции битвы при Креси и при Пуатье. И тогда англичанам как раз они одерживали победу. А когда уже в 1381 году началась восстание Ута-Тайлера, там наоборот уже было. Так, простите, что перебиваю, смешно это в том, что в этот же самый момент во Франции тоже восстание. Чуть менее неизвестное 1382-84 антиналоговое восстание во Франции, которое по масштабам вполне сопоставимо с ЖКИ. То есть плохо было всем. Ну, так война и не кончилась, скажем так, да, военные конфликты не кончились, поэтому не кончилась и череда восстаний. Мы сейчас говорим о самых таких знаках. Да, естественно. Я просто хотела подчеркнуть, что этих восстаний в средние века огромное количество. Они восставать не то, чтобы умели, зато любили. И вот даже если пройтись по XIV веку, то там крупных мятежей, вот даже во Франции, довольно много. 1302 год – это восстание во Фландрии, знаменитейшее, потому что в ходе его была одержана первая масштабная победа горожан над рыцарями. Битва при Куртре, битва шпор, там горожане не просто победили рыцарей, но и умертвили их, что не было в традициях того времени. Содрали с них знаки их рыцарского достоинства, то есть золотые шпоры, и сначала развесили на ворота города Брюгге, а потом перенесли в собор. Брюгге, шпор там и висит. Ну, кто же отдаст-то такую национальную реликвию. Вот, 1306 год, серьезнейший бунт антиналоговый в Париже, и сам король Франции три дня укрывается в замке рыцарей-тамплиеров, потому что нигде больше спасения нет. В Тампле, да? Да, да, да. Дальше Жекерин, вот если только крупный. Дальше 82-84 год. Начало 15 века – это бунт Кабашьенов, тоже такой замечательный. Бунт, когда все началось с требований умеренных реформ, а закончилось с того, что в Париже бесчинствовал цех мясников под предводительством Кабоша, это прозвище Кабош-мясник, переводится как башка, которые подняли на бунт своих подчиненных живодеров, шорников, дубильщиков, и вот эта вот масса так как-то разошлась, что уже сами парижане фактически это восстание и привели к концу, открыв дорогу королю в Париж. Ну, в тот момент король был вне Парижа, он был с партией арманьяков, там Бургиньон, арманьяки, бог знает что в этот момент творилось в Франции. Простите, это было восстание против короля или за короля? А тут все очень сложно, потому что все-таки фигура короля, она была достаточно священной, и если мы вспомним, то даже уже в 17 веке, когда Кромбель предложил парламентской комиссии осудить короля, то очень все быстренько постарались разбежаться. Вопрос, как говорится, и стоял ребром о божественном происхождении праве королей. Это и решала судьба королей. А тут-то, собственно говоря, никто в божественном происхождении короля даже не сомневался. И поэтому выставали-то в основном против вот этих неправедных рыцарей, против сборщиков налогов, непонятных там законников, дурных советников, при этом король оставался тем самым... Вот у Тайлера, это даже у них в результате, когда армия шла на Лондон, у них же был даже, ну такой как бы своеобразный пароль, когда вопрошали, за кого вы стоите, за короля и за добрые общины. Вот как-то так, по-моему, переводится. То есть действительно за короля. Мы воюем за короля. Мы воюем за хорошие законы, мы воюем за короля. А в Жакире они же подписывали документы и ставили на них королевскую печать, ну копию, которую соорудили как могли. Под королевскими знаменами шли. А бунт Этьена Марселя в этот момент в Париже, когда врываясь в королевский дворец и говоря о том, что сейчас мы обезглавим всех неугодных сановников и действительно отправляя их на плаху, они в тот же самый момент надевают на короля красно-синюю шапку света Парижа. Знак, что король-то с нами. А вот если чуть-чуть еще продлить, да, на начало 15 века, да, и как мне кажется, вот такая квинтэссенция этих народных движений, это как раз гусицкие войны, то там уже вопрос о короле как таковом он не стоял. Там уже стоял вопрос о народе, я имею в виду именно в гусицких войнах. Там же не было короля с 1419 года, король Вацлав IV умер, им настойчиво предлагали императора Священной Римской империи, который приходил, собственно, Вацлав IV единокровным братом. Но, в общем-то, чехи, которые участвовали в движении, они были против. Но там, вот почему я говорю, что это квинтэссенция, потому что там уже организация народной армии, и армия уже организованная, армия уже, так сказать, со своим... Это исключение? Это уникальный случай, действительно, потому что... Мне кажется, это просто время, вот оно постепенно, оно как-то... А что дальше придется по этому сценарию? Стихийности вот этого? Ну, конечно, если мы будем говорить уже о крестьянской войне в Германии, там тоже было достаточно много стихийности. А вот гусицкое движение, вот именно не движение, а именно гусицкие войны, там был некий союз все-таки мелкого рыцарства, зиман так называемых, и как раз крестьян, ремесленников, то есть тех, кто примыкал к движению, которое в итоге и придало им организацию, потому что все-таки определенная грамотность и опыт в военном деле, он здесь помог. Но тут ситуация по-настоящему уникальная. Короля нет, потом в гусицких войнах есть то, чего нет нигде больше в народных восстаниях, национальный момент. Так, еще одна корректива назревает, да, но это уже к закону Российской империи 1874 года, да, составление на сей конец заговора. А был ли вообще, бывал ли заговор, вот в средневековых, вот по заговору, да, мы и действуем. Значит, кто-то, какие-то заговорщики, редко спирологи. Ну, заговор-то, конечно, бывал, но с восстанием это редко было связано. Да, заговор, вот если скорее, там, переворотов, очень много, вла, там, дворцовые заговоры. Конечно, полно. А вот бывали ли, как следствие, восстания или бунты, вот из этих... Вы знаете, ну, скорее, политическая элита, которая у нас все время с заговорами-то и ассоциируется, потому что кто еще от них может дивиденды получить, она могла попытаться скорее... Воспользоваться как-то, да, оседлать это восстание. Ну, как вам сказать? Ну, вот, например, в восстании Джека Кэда, 1450 год, это прелюдия воин Росс, и там Ричард Йорк, магнат, который спустя несколько лет выступит против короля, он пользуется тем, что оппозиция считает его добрым лордом, что его считают тем, кто вернет в Англию справедливость, но благо он на эту тему долго и демагогически выступал, и вот то, что во время восстания предъявляли требование вернуть ему управление, поставить его во главе правительства, может быть, даже признать наследником короны, король на тот момент был бездетен, а Ричард Йорк, его ближайший, действительно, родственник, он этим очень хорошо воспользовался, и в Лондон въехал вскоре после этого, едва ли не победоносно, хоть восстание уже и было подавлено, но все равно, как бы, народ-то, получается, за него... Уже рискованный политический серфик, да, вот поймал волну, и повезло. И у тех же самых, допустим, таборитов, у гуситов вообще, да, вот гуситские войны, ну, собственно говоря, ведь активное вмешательство императора Сигизмунда. Сигизмунд I Люксембург, курфюрст Бранденбурга, король Венгрии, король Германии, король Чехии, король Ломбарди, император Священной Римской империи, являлся последним императором из дома Люксембургов. Был участником Константского собора, после которого прекратился папский раскол, но начались гуситские войны. И Сигизмунд как раз весьма активно вторгался в политическую жизнь Чехии и потом посылал крестовые походы, ну, они назывались крестовые походы, да, христиан против христиан, то есть католиков против гуситов, но это же были крестовые походы, в которых не участвовали, по большому счету, там, Англия или Франция или какие-то другие государства. Это в основном участвовало Венгрия и немножко Германия, а Сигизмунд был, да, королем Венгрии. И, собственно, он тоже пытался все это подломить Чехию под свою власть, тем более, что Вацлав IV тоже как раз по стечению обстоятельств был бездетен, как и вот уже приводимые политические примеры. И в итоге-то все-таки Сигизмунду удалось в 1436 году восклавить государство, правда, очень ненадолгое время, потому что он вскоре умер, но, тем не менее, ему это удалось. Ну, пока мы видели некую историческую физику, да, вот на бунтах, восстаниях и так далее. А была ли метафизика? Вот в восстании носили какую-то такую вот цель, или она, может быть, не сразу проявлялась, приобретала какой-то религиозный окрас, связанный, например, там, ну, с каким-то иным, да, Отечеством, какой-то другой проекцией. То есть могло ли это куда-то в небеса все? Ну, в определенной степени, скажем так, вот движение английское, вот если мы будем говорить об Тайлере, да, потом уже чешское движение, они, конечно... Потому что, ну, это еще и реформационная программа. Да, то есть, собственно, они совпадают с активными выступлениями Виклифа в Англии, да, как раз, и вот этого преповедника Джона Боула, который был как раз преповедником восстания Тайлера, его как раз считали, да, одним из Виклифовских. Это скорее, опять же, не за, а против. Это скорее антиклирикализм, потому что они, как правило, хотели-то реформы церкви и отмены тех норм, которые казались совершенно... То есть, по-моему, реформа церкви, это именно отмена, не... Отмена десятилетия, именно отмена имуществ церкви, да. То есть, это именно отмена... То есть, не реформацию, как уже потом будет сказано, да, Лютером, как возвращение к... Да, нет, а скорее вот Тайлера... То есть, не веры, а именно церкви. То есть, изменить церковь, чтобы она стала... То есть, вера, это стадия, да. А церковь... Скорее, народ, он же не всегда... Нет, ну, конечно, и там вот у Гуса, и потом у Лютера, ну, не у Лютера самого, а в гусизме и в германском движении там были вот эти народные движения. И, в конце концов, те же табориты, как всё-таки более официозное движение, в итоге уничтожили пекартов, да, вот тех, которые хотели пройти дальше и добиться всеобщего равенства, настоящего всеобщего равенства, движения, которое вышло из хелиазма. Да, и, ну, если хелиасты просто говорили, давайте будем ждать, давайте будем ничего не делать, там, не бороться, не выступать, не создавать военную организацию, то пекарты со своим проповедником, в данном случае Яном Желевским, они попросту мешали, потому что всё-таки, несмотря на то, что вот в этом движении, таборитском, нагорном движении, так называемом, когда они уходили, вот в этих городах было очень много разговоров о равенстве, вот стояли эти бочки, где они оставляли имущество, всё для организации военной, всё для нашей победы, всё-таки вот ответвления, они им достаточно мешали, да, вот, потому что пекарты тоже говорили. Всегда любому движению очень сильно мешают радикалы, которые практически не от мира всего. Да, вот так, что вот мы давайте со всем будем все равными, у нас не будет никаких там добычи, мы не будем брать добычу. Кстати, тоже очень интересный вопрос об этой, о том, что восставшим всегда приписывали, ну, такое, я бы сказала, робин-гудство, что добычи мы не берём, которые всё уничтожают. Да, совершенно неправильно. Да, абсолютно. Нет, они все хотели убить всех дворян и самим стать господами. Да. Это замечательно. Даже вот как стишок, дворян убьём короля, оставим господами станем. То есть речь не шла, на самом деле, в реальности-то о полной перекройке, просто есть верхи, которые живут завидно. И бунтующие низы хотят занять вот это вот место, чтобы было, как в романе Стругацкий, где даже самый последний землепаш отцелил не менее трёх рабов. Да, а то там прекрасное же на определение светло-локумистического завтра, да-да-да, не менее трёх рабов. Всё очень просто. Да, поэтому, в общем-то, здесь мы можем говорить о том, что вот эти разговоры о том, что восставшие ничего не берут, но они действительно, во-первых, они были связаны с тем, что вот мы уже говорили, это уничтожение бумаг. Они сжигали бумаги, они сжигали книги, многие просто-напросто не разбирались, что там написано. И от греха подальше, да. Ну, а потом были разные случаи, что, допустим, какие-то бочонки, которые они, в общем-то, хотели украсть, да, для того, чтобы проверить, они их пытались там поджечь, чтобы понять, что там, а бочки эти взрывались, потому что там был порох, да, и поэтому вот, ну, понятно, что получается, восставшие взрывают, все, они ничего не берут. Ну, и момент культурного различия, когда, допустим, толпа крестьян врывается в замок феодала, они, конечно, его пограбят, но если там есть какие-то ценности, значимые для дворянской жизни, то крестьянам они не пригодятся. Ну, я не знаю, допустим, красивая большая ванна лорда, зачем она крестьянину? Если он моется, он моется в реке, но этим не употребляет. Это ваза в Зимнем дворце во время штурма, да? Да, совершенно верно. Понятно, зачем, на самом деле. Ну, а вот про полководца крестьянского Яна Жишко. Ян Жишко – национальный герой чешского народа, вождь гуситов и успешный полководец, сумевший организовать плохо вооруженные отряды крестьян. Потерявший в боях зрение, Жишко продолжал руководить войском и сам участвовал во всех битвах. Умер в 1424 году от чумы при осаде Паршебислова. Про него как раз говорили, что он никогда, он говорит, я возьму только паутинку, он говорил, я возьму только паутинку, я не буду брать ничего другого, что считалось паутинкой, но это, собственно говоря, продукты, которые очень часто хранились в подвалах, и там бутылки, допустим, с вином, которая, естественно, использовалась в разведенном виде, как вода, потому что по-другому, как ее сохранить, эту естественную воду, и все запасы, которые он брал, считалось, что не только для себя, а для своей армии. Меня еще интересуют какие-то, ну скажем так, политические программы, вообще как-то политическая мысль росла вот в ходе этих восстаний, вообще какое-то приращение было? Как вам сказать, они же постепенно все-таки меняли политический ландшафт. поделить, да, вот как? Нет, идеи поделить, конечно, отнять, и поделить, они не переживаются, но тем не менее, именно благодаря вот этим вот бесконечным восстаниям, которые в реальности же повторяются по много-много раз в столетии, формировалась более системная, более спокойная система государственного управления, то есть нельзя сказать, что восставшие получали то, что они хотели, но по результатам восстания, как правило, порядки немного смягчались. По крайней мере, на какое-то время. В пользу восставших? В пользу народа, что то же самое. В пользу более законного налогообложения, да, вот не там ничего не перебирать. То есть как-то корректировались, балансировались, да, то есть что-то происходило. Да, то есть практика, допустим, во Франции же практика созыва генеральных штатов, она всегда оставалась экстренной, но, тем не менее, регулярно в ходе вот таких вот бунтов, восстаний генеральные штаты созывались, на них иногда обсуждались очень серьезные вопросы, ну, например, когда вот после пленения короля Иоанна Второго Доброго. Иоанн Второй Добрый, второй король Франции из дома в Луа. Провел большую часть жизни в сражениях, считался образцом рыцарства, был храбрым, великодушным, но упрямым и вспыльчивым. В период возобновившегося конфликта с англичанами, именуемого Столетней войной, был пленен в битве при Пуатье армией Эдуарда Черного Принца. В плену оставался со всеми королевскими привилегиями. Умер в Савойском дворце в 1364 году. Наследник престола дофин Карл созвал генеральные штаты и вскоре после этого как раз началось Парижское восстание, к нему присоединилась Жакирия, то на повестку дня был вынесен очень серьезный вопрос. Вопрос о выкупе за короля, за которого англичане запросили громадную сумму. И вопрос об утверждении мирного договора, который может быть королем подписан. Дело-то кончилось чем? Мирный договор не утвердили, а короля из плена решили не выкупать. Потому что это, извините, было безмерно дорого. Англичане запросили за него 3 миллиона золотых икю, это просто за гранью добра и зла по тем временам. Ну и король-то в первый раз в плену оказался, но факт остается фактом, и он умер в тюрьме. И вообще сам регулярный созыв, простите, каких-то сословно-представительных органов, он в том числе вырастает из восстания. И компетенция и расширение их прав. Конечно, потом будет неизбежный откат, естественно, через какое-то время. Но оно постепенно, какими-то не ступеньками может быть, а полу-такими подъемами. Но оно все равно происходит. Сказать, что современная парламентская система выросла во многом из этих происшествий. Ну, отчасти. Ну, и была стимулирована своего развития. Близко это напрямую, потому что там каждое новшество в практике созыва парламента, оно было связано с каким-то бунтом. Не обязательно народным, аристократическим тоже в Англии такое бывало регулярно. И пытаясь найти какой-то баланс, народную поддержку, лидеры восставших дворян, они очень часто пытались расширить состав парламента и так далее. И вообще, действительно, демократизация происходит через восстание. Давайте мы возьмем, например, восстание Чомпи во Флоренции совершенно из другой оперы, но оно очень показательно. Там впервые в истории Флоренции в результате этого восстания в систему управления Флоренцией были включены представители так называемого тощего народа. То есть не только патрициат городской, но и представители среднего класса, может быть, даже немножечко неимущего. Они не то, чтобы очень долго там продержались. Пять лет. Они пробились, а теперь уже стены подходят. Если говорить о Центральной Европе, то там восстание как раз давали то, что было на самом деле необходимо, потому что центральные европейские города, они в целом были слабее политически, если облик у них был. Он напоминал, безусловно, западноевропейские города, но они были слабее, у них было гораздо меньше самоуправления, там было меньше королевских городов, которые чаще всего более все-таки независимы от рыцарства, от дворянства, то вот у них все эти восстания, это касается и венгерских восстаний, и тех же гуситов, это все, как правило, приводило к расширению городских магистратов, власти городских магистратов, и то есть в итоге это тоже вырастало потом в парламентскую практику, потому что если в парламентах, как, допустим, в Польше не было городских депутатов, то, по сути дела, это не было по-настоящему смысле парламентом, это все равно был некий однобокий орган, который в основном выражал права дворянства, потому что то же самое духовенство, оно в основном состояло, те, кто доходил до парламента, это в основном в социальном своем положении были в основном дворянами, не бедными священниками. Так что и в результате восстания они туда и проникали, эти представители народа. Тоже, конечно, сомнительно, сколько они представители народа, потому что, например, во Франции и до конца 15 века большинство депутатов от третьего сословия, то есть от горожан генеральных штатов, они не избирались, они назначались городскими советами. А в городском совете, естественно, городская верхушка, но хоть так. Это уж и дело, как говорят те самые юристы. Мы чем-то какнем. Да, это был прецедент очень большой, конечно. А вот прям крутится где-то на языке, а вот были победоносные восстания? Увы. Вот это вообще употребимый или это оксюмарон такой вот? Победоносный. Называется иначе. Ну, в средние века нет. В средние века нет, наверное, неизвестно. В средние века нет, если говорить опять же о тех же гуситах, но они победили на некоторое время. Гуситские войны. Военные действия с участием последователей чешского церковного реформатора Яна Гуса в Богемии, происходившие в период с 1419 по 1434 годы. Движение приобрело революционный характер после того, как в Прагу пришло известие о казни Яна Гуса 6 июля 1415 года. В этом восстании гуситские добровольцы успешно противостояли профессиональным и хорошо вооруженным армиям европейских феодалов. Но в связи с тем, что потом государство отошло под власть Габсбургов, то вся эта вольница, в том числе религиозная и национальная церковь, она, в общем-то, была свернута. По сути дела, было два, мне кажется, варианта для этих людей. Первый вариант – это просто, ну, допустим, если человек умирал по каким-то естественным причинам, и он не попадал под молот, каши. То ему повезло. Да, как тот же самый Ян Жишко, который умер от чумы во время одного из походов. А, ну, я, извините, немножко сейчас выберусь за границы, так сказать, средневековья, но вспоминается мне такой очень яркий вождь венгерской революции 19 века, собственно, 1848-1849 года, Лайош Кошут. Лайош Кошут – венгерский государственный деятель, революционер, журналист и юрист, премьер-министр и правитель президент Венгрии в период Венгерской революции 1848-1849 годов. В кратчайшие сроки создал боеспособную и мощную национальную армию. 14 апреля 1849 года провозгласил независимость Венгрии, низложил династию Габсбургов, объявил себя временным главой государства. После разногласий с главнокомандующим армией Георгием добровольно сложил полномочия. Ну, он уехал и вернулся. И из-за океана говорил, что Венгри, ну что же вы, собственно говоря, не поднимаетесь дальше. Но вот он дожил более чем до 10 лет. Либо умереть свое смерть, либо имитровать. Либо далеко уехать. И, в общем, стал национальным героем. Да, и стал национальным героем. Из-за океана. Да, из-за океана. Но в тот момент к нему отношение было не очень хорошее. А вот потом, конечно, он все равно, как такой пламенный трибун венгерской... А так перспективы, увы, у тех, кто... Вот архитекторы, да, или лидеры этих восстаний вдруг, оседлав свою судьбу, попадали там в Генеральные Штаты. Нет, нет. Там куда-то... Скорее откороновались, как геомкали вот эти железные короны. Цеплялись за придворные... Да, короны вот этой горячей, да, скаленной, раскаленной, да. Вот теперь по времени. Вот можно какую-то такую закономерность в плане, там, возмущений, стихийных выбросов, да, какой-то народной энергии обнаружить именно во времени? Чем хуже жизнь, тем больше бунтов. Тогда вопрос наводящий. А когда была жизнь похуже? Когда была жизнь хорошая? Да, когда-то была... Сравнительно. Там скорее по климату идет, потому что 98%, даже 99% по регионам с копейками населения живет в деревнях. И, соответственно, когда выдаются хорошие столетия, ну, например, 13-й век, да, там мало каких-то стихий. То есть 13-й более-менее такой спокойный? Более-менее спокойный. 14-й век начало еще относительно ничего, а дальше то Черная Смерть, то Столетняя Война, то еще... То начало вот этих движений Уиклифа, странствующих проповедников, они же везде в Европу пошли. 15-й век тоже все не слава богу, и 16-й особенно. Ну, а там уже дальше пошло все новое время и так далее. Если брать тот же самый 10-й век, да, когда только начиналась вот такая попытка, ну, по крайней мере, там, в части Европы, да, посадить крестьян, допустим. Ну, да, собственно, да, практически во всей Европе. Посадить крестьян на землю, да, тогда шли те же самые вот на Балканах, они достаточно далеко. Это богомильское движение, оно достаточно далеко в Европу. Да, и в Европе, собственно, было неспокойно в этот момент. И главное, что вот я даже вспоминаю такой источник, это беседа против богомилов, пресс-видера Казьмы, и там есть такие слова, что вот восставшие, они побуждают рабов не работать на своих господ. То есть вот что вычленяется, что они побуждают уходить, там, жить этими непротивленческими общинами, но не работать, да, не создавать этот внешний мир, не работать на своих господ. Это богомилов, наверное. Да, в принципе, все в Средневековье бунтов хватало, потому что, к сожалению, очень хрупкая экономика. Дело в том, что вся Европа, и западная, и восточная, она в зоне очень рискованного земледелия. И если год урожайный, то, конечно, бунта не будет. Но очень часто какие-то небольшие сравнительно погодные изменения, они провоцируют голод, который может быть локальным. И там, где есть вот эта вот недостача продуктов, там очень даже вероятен бунт. И вот эти вот мелкие выступления, они есть и в раннем Средневековье, просто они, как правило, меньшие по масштабу в силу изолированности отдельных территорий. Один из хронистов, он написал, что выглядело все так, как будто... Хотя, как правило, хронисты, они все-таки поддерживают дворян. Но, тем не менее, было написано о том, что казалось так, что дворянам, рыцарству доставляют удовольствие страдания бедноты. Да, точно. Между прочим, Бертран де Борн, Трубадур, знаменитый соратник Ричарда «Львиное сердце», писал, «Люба видеть мне народ голодающим, неумытым, раздетым, страдающим». Поэтому, может, и оно в самом деле так было. Социальное различие, оно, например, во Франции было выражено, к сожалению, очень сильно. Там же вообще дворянство было с таким достаточно уникальным положением, что и налогов, и гоналитет. Валерий Львовская жизнь городских низов, она настолько балансирует на грани голодного выживания, которое нам действительно абсолютно сложно представить, здесь невозможно не согласиться, что если происходят какие-то внешне негативные события, то очень часто дело заканчивается бунтом. Просто в силу того, что пришли сборщики налогов что-то собирать, отдавать им нечего. Плюс бесконечные эпидемии. И, конечно, чёрная смерть, она со своей более масштабной, но она ведь не единственная далеко. Да, это же непрекращающиеся какие-то вещи, которые нам действительно представить крайне сложно. Понятно. То есть получается, что вот всё то, о чём мы говорим, зарождалось именно на грани человеческого существования. Там, где уже вот или-или вполне однозначно, да, и третьего варианта нет. Или так, или будь что будет. Ну, в основном так. Поэтому никакой цели, да, никакой программы, никаких высоких соображений. Это просто борьба за жизнь. Это борьба за жизнь, причём когда они видят, что создавшийся порядок отчётливо несправедлив. Ну вот, допустим, как в Англии, материал, который я знаю просто чуть лучше, поэтому на него всё время ссылаюсь, когда крестьяне страдают от зависимости и от отсутствия крестьянских земель, но в то же время есть земли пустующие, которые в результате чёрной смерти остались без крестьян, которые могли бы их отрабатывать, но те, у кого есть такая возможность, не могут их занять в силу того, что они уже кому-то принадлежат. А тут ещё достаточно такой интересный момент был связан тоже с чёрной смертью и, собственно говоря, с оплатой труда. Дело в том, что, конечно, чёрная смерть, она очень больно ударила по всем, но, конечно, бедноты умерло больше. И на самом деле, ну, иногда даже была потребность в рабочих руках, то есть очень много рабочих рук исчезло. Но вот, по-моему, как раз в Англии был выпущен закон о том, что нельзя платить за работу больше, чем было до, так сказать, эпидемии. Они и во Франции были точно такие же. Да, и во Франции были точно такие же законы. То есть, на самом деле, люди не могли получить большую оплату, хотя, в общем, они выполняли иногда двойную работу, да, и цены выросли. И, в общем-то, по большому счёту можно было это сделать, но было специально определено, что... Да, эти законы всех страшно бесили, против них всегда все восставали. Другое дело, что вопрос о том, насколько они были рабочие, он для историков остаётся открытым, потому что их слишком часто возобновляли. И слишком часто прописывали чудовищные кары, которые не нужны были бы, если бы им реально подчинялись. Точно так же, как выкуп для вот тех восставших, которые всё-таки сохранили жизнь до конца восстания, им тоже было предложено выкупить, собственно, своё вот это вот участие в восстании, выкупить своё прощение, скажем так. Так что вот всё это... Понятно. Смотрите, что получается. Очень было связано с финансами. Финал у нас совершенно пессимистический, насколько я понимаю. В том плане, что во всём это проглядывается какая-то безысходность. То есть, а иного и не могло быть, да? Это вот именно к этому всё шло. Да неправда, потому что в итоге-то все эти восстания, мы же об этом говорили, они... Они приводили к чему-то, просто это не охвачено одной человеческой жизнью. Вот! Вот в чём себе, да. Вот нужные слова, спасибо, да? Для восставших, да. Это именно бессмысленно и беспощадно. Беспощадно. Александр Сергеевич абсолютно прав. Александр Сергеевич был прав от начала до конца. Применение не только к русскому, а ко всем бунтам на свете, да? Но в какой-то такой перспективе, да, мы видим положительные зрения. Ничего не происходит. Нет, ну... То есть, есть некие макроисторические процессы, которые эти восстания меняют, но эти макроисторические процессы не видны участникам. Да, к сожалению. И попробуй скажи участнику восстания, что твоё дело придёт макроисторическим двигом, так он тебя пирожки пришибёт, да? Поэтому давайте на этом закончим, да? На таком вот полуоптимистическом, ну или чуть-чуть трагикомическом финале. Ну вообще, вы, конечно, очень здорово всё сегодня преподали, вот, но упасти нас Бог увидеть бунт. Да. Вот на этом, наверное, и закончим. Это действительно да, потому что эти журналы. И вам желаю, наши дорогие зрители, а вы смотрите дальше нашу эстериаду. Редактор субтитров А.Семкин